Это не будущие банки или коттеджи, сделанные под старину. Сергей Попов говорит, уже осенью здесь, на окраине Новоалтайска, появится макет легендарной Белоярской крепости 18 века. Предварительную работу пришлось провести немалую, точных чертежей крепости не осталось. Да и в целом такая работа удовольствие не из дешевых, так что сильно помог президентский грант. Сергей говорит, сразу была идея воссоздать не столько объект, сколько фрагмент истории. Для этого пошита одежда, в основном из натуральных тканей, хотя очень-очень сложно было на самом деле подобрать. И цены дикие какие-то, на все натуральные. То есть получается, как одевались казаки, чтобы это можно было увидеть, как одевались крестьяне. То есть вот такой одежды. К нам приезжают добровольцы, работают добровольцы, мы их одеваем. То есть они как бы все это на себе ощущают. То есть мы их кормим щами, борщами. Белоярская крепость, построенная в первой половине 18 века, была одним из первых, пожалуй, капитальных строений на Алтае, да и во всей Сибири. Времена были неспокойные. Новоприбывших сюда русских сильно донимали кочевые племена. Белоярская крепость, говоря современным языком, была настоящей пограничной заставой. И несмотря на то, что территория здесь и сегодня-то местами труднопроходима, служившие здесь казаки успешно контролировали территорию. В одну сторону до Черыша, в другую до Чумыша. А это десятки километров. Сама крепость исчезла уже к 19 веку, когда граница русских владений сдвинулась сильно на юг. Зато благодаря ей появились деревни Белоярска, затем и Новоалтайск. Где она точно находилась, историки-краеведы до сих пор спорят. Но Попов считает, раз роль современной версии крепости уже не военная, а познавательно-развлекательная, то важнее, чтобы сюда можно было просто добраться. Так что место выбрали рядом с трассой. Желающих помочь в стройке тут ждут уже сейчас. А осенью здесь начнет обретать очертания исторический мини-парк с выставками и мастер-классами. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком.